На слушаниях в Сенате Конгресса США по импичменту президенту Дональду Трампу в пятницу завершила изложение своих аргументов группа обвинителей демократов, выбранных Палатой представителей. В течение трех дней они представляли свою позицию, обвинив Трампа в злоупотреблении властью и в препятствии расследованию, которую проводил Конгресс. Подводя итоги, возглавивший группу менеджеров по импичменту, председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шиф сказал о Дональде Трампе. Его не остановить. Он продолжает придерживаться этой разрушительной линии поведения, из-за которой мы уже познали неприятные моменты. Он таков, каков он есть. Он не изменится. И связанная с этим опасность остается. Защитники Трампа по делу об импичменте планируют изложить свои аргументы в понедельник, так как субботу слушания в Сенате начались по усеченному графику. «Я с нетерпением жду того момента, когда Белый дом наконец расскажет всю правду, потому что то, что они до сих пор говорили, было пристрастно. Но все равно не думаю, что это заслуживает импичмента», – говорит сенатор-республиканец Рик Скотт. Однопартийцев Дональда Трампа в Сенате большинство, но среди них есть неопределившиеся. Для того, чтобы президент был отстранен от власти по результатам процедуры импичмента, необходимо одобрение не менее двух третей сенаторов.